Этот павильон установили совсем недавно, а он уже попал под удар вандалов. Сам удар, кстати, неплохой, видно, что поставленный. Спарринг-партнер хоть и молчаливый, но помнит всё, особенно обиды. А их оказалось немало. Это разбитые стёкла, двери и помятые радиаторы отопления. Вот, например, лето прошлого года в Лабытнанге. Тогда хулигана задержали. Им оказался 29-летний, ранее несудимый житель города. А эти кадры из Нового Уренгоя. Подросток буквально пробился, погреться к своим друзьям. Правда, не всем такие поступки понятны. Я была очень возмущена, когда я увидела, что вот это была разбита остановка. Прямо просто варварски, зверски разбита остановка. Я считала, что нужно найти того, кто это сделал, и наказать по всей строгости закона. Не будешь же сажать за это человека, правильно? Чисто административно, чтобы он на будущее знал, что такое нельзя творить. Это же для людей делается, не для него. В этом случае 20-летний житель Салихарда заплатил 33 тысячи рублей и получил 160 часов обязательных работ. Минувшим летом он выпил и зачем-то решил разбить стекло. Но незаметно подраться с остановкой не получится. У каждой есть камеры, которые фиксируют происходящее. Также и с недавно пострадавшим павильоном. Хулигана уже разыскивают. Выявляем, ну, в год порядка там до пяти, наверное, случается. Как я сказал ранее, да, уже у нас установлены видеокамеры. И, в принципе, все это фиксируется. И, соответственно, сразу пришли заявление в полицию. Ну и, по сути, еще, в принципе, все преступления были раскрыты. За три года в Салихарде установили 33 теплые остановки. Каждая такая под ключ стоит в среднем 2,5 миллиона рублей. А замена одного стеклопакета в пределах 35 тысяч. Поэтому перед актом вандализма стоит взять калькулятор и задуматься, а стоит ли вообще портить то, что спасает в условиях севера. Илья Михно, Александр Хиля, Время Ямала, Салихард.